МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Город С» в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! Воспитание и содержание детей является главной обязанностью обоих родителей. Именно этому с детства учат нас в семье. И такую же позицию занимает законодатель, закрепив основные правила поведения в Семейном кодексе Российской Федерации и других нормативно-правовых актах. При этом, если родители несовершеннолетних детей отказываются принимать участие в их содержании, законодательством России предусмотрены механизмы назначения, выплаты и взыскания средств на эту статью расходов. Взыскание алиментных платежей. Что ждет должников, которые не платят своим детям алименты? Такова тема сегодняшнего выпуска. И обсуждать ее мы будем вместе с главным инспектором отдела Организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Татьяной Сурковой. Здравствуйте, Татьяна Андреевна. Здравствуйте. Я предлагаю начать разговор на языке цифр. Вот сегодня, на сегодняшний день, сколько должников по алиментам в Самарской области? Сколько мужчин, сколько женщин? В каком возрасте? На сегодняшний день в Самарской области порядка 10 тысяч должников. Конечно, преобладают мужчины. Но вот, например, из 10 тысяч всего где-то 1700 должники по алиментам – это женщины. В основном это мужчины средних лет, ну, где-то 30 лет. То есть это где-то 84-й год рождения. То есть вот вы, наверное, можете нам нарисовать образ такого среднестатистического должника по алиментам? Ну да, это мужчина. Зачастую это мужчин. В основном это мужчина, как мы уже поняли. Где-то 84-го года рождения. Рождения официально нетрудоустроены, то есть он не имеет официального дохода, подтвержденного дохода. При этом он имеет задолженность, ну, порядка 200 тысяч рублей и ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Вот, наверное, это такой портрет должника по алиментам. Ну, расскажите нам тогда, кто должен платить алименты по закону и вообще, каков порядок их взысканий? Алиментные платежи взыскиваются либо в судебном порядке, либо стороны между собой могут договориться, обратиться к нотариусу и заключить нотариальное соглашение. Законодательством у нас предусмотрено взыскание алиментных платежей, как на содержание несовершеннолетних детей, на содержание родителей, на содержание супругов. То есть в зависимости от судебного решения судебный пристав принимает исполнительный документ к своему исполнению и начинает работать с должником. Аналогичная процедура с нотариальным соглашением. При заключении соглашения у нотариуса, если должник уклоняется от исполнения этого соглашения, то взыскатель вправе обратиться в службу судебных приставов, предъявить его так же, как исполнительный документ, и так же судебный пристав начинает работать с должником. А вот что делать, если такого согласия достичь никак не удалось? Если один из родителей просто пренебрегает, откровенно пренебрегает своими обязанностями? Если один из родителей пренебрегает обязанностями, то, наверное, единственный вариант, да, это обращаться в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности. Только так. В каком случае подается заявление о выдаче судебного приказа? Ну, опять же, если у сторон, у должника и у взыскателя между собой не получилось договориться как-то, да, у общих, зачастую это взыскание алимента платежей на содержание совершеннолетних детей. И если нет договоренности о порядке, размере и способах как-то участия конкретного родителя в воспитании ребенка, то одна сторона обращается в суд, и уже суд устанавливает, в каком размере взыскиваются алиментные платежи. Вот давайте действительно остановимся на этой важной теме, размер алиментов. Вот чаще всего, наверное, как раз именно эта тема спора между родителями, да, тем не менее, наверное, существуют какие-то стандарты, какие-то минимальные суммы выплат. Расскажите об этом. Семейным кодексом у нас предусмотрен размер алиментных платежей на одного ребенка, одна четвертая часть от дохода должника и иного заработка, И иного заработка, вы обратили внимание, то есть многие рассчитывают, что только от зарплаты. Ну нет, это не только от заработной платы. Взыскание алиментных платежей производится из перечня видов доходов, которые определены у нас правительством. Он достаточно большой, там и стипендии, и пенсии по инвалидности, и дополнительные выплаты. То есть это не только основной доход. То есть все денежные средства, которые получает родитель в данном случае? Да. Который обязан платить алименты? Практически, да. Практически, да. Значит, 25% от этой общей суммы на одного ребенка и 30% от ребенка. Одна третья часть на двух детей. Это при условии, что должник имеет доход. Также судом может быть принято решение о взыскании алиментных платежей в твердой денежной сумме. Тут уже суд конкретно из представленных документов, из обстоятельств конкретного гражданского дела, выносит решение и указывает сумму, пропорциональную к величине прожиточного минимума на ребенка. То есть иногда это бывает целая величина прожиточного минимума, иногда это бывает половина величины прожиточного минимума ежемесячно. Также законодательством у нас предусмотрено взыскание алиментов одновременно в долях дохода и в твердой денежной сумме. Вот интересно про прожиточный минимум. То есть нижняя планка вот этой суммы выплаты может быть не дотягивает до прожиточного минимума полностью? То есть может составлять одну-вторую? На практике случаются такие моменты, когда должниками предоставляются сведения о доходах, ну достаточно низких. Может быть, должник трудоустроен на половину ставки, допустим. Либо его заработная плата равна величине минимального размера оплаты труда. Соответственно, 1 четвертая часть на одного ребенка это гораздо меньше. В данном случае, то есть если судом изначально принято решение о взыскании алиментов платежей в долях, то взыскатель вправе обратиться в суд и изменить это решение, указав конкретную часть, либо целую величину прожиточного минимума, чтобы сохранить прежнее финансовое обеспечение своего ребенка. А если родитель вообще безработный, как в этой ситуации? На данный момент тоже законодателям предусмотрено. Ребенок без содержания не остается. Если должник официально нетрудоустроен, ну может быть специально нетрудоустраивается, да, либо действительно обстоятельства не позволяет ему сделать это, тогда размер задолженности определяется, исходя из размера средней заработной платы граждан по Российской Федерации. Ну получается, таким образом, гражданин безработный, сумма определена, источника дохода как бы нет, платить он не может, и таким образом накапливается долг, и возникает таким образом проблема. То есть трудоустраиваться по-любому нужно, зарабатывать деньги, закрывать долги. Хорошо, мы еще к этой теме будем, наверное, возвращаться. Как происходит взыскание алиментов? И какую роль в процессе выплаты алиментов играет непосредственно судебный пристав? После поступления исполнительного документа к судебному приставу и исполнителю, судебный пристав принимает процессуальное решение о возбуждении исполнительного производства, после чего начинается непосредственная работа с должником, а также взаимодействие со взыскателем. Вызываем должника, соответственно, устанавливаем местонахождение, место получения им дохода. В случае, если доход должника не установлен, судебный пристав, опять же, разъясняет ему право обращения в Центр занятости населения, чтобы его поставили на учет. Вот, в этот период ему начисляется пособие по безработице, с которого тоже взыскиваются алиментные платежи. Способие? Да, и в данном случае задолженность по алиментам расти не будет. То есть, если она определена в долях от дохода, то это будет какая-то доля от пособия по безработице. Если должник не принимает никаких мер к трудоустройству, к погашению алиментных платежей из-за должности добровольно, то судебный пристав начинает применять к нему меры принудительного характера. И составляем арест имущества, ограничиваем на выезд. При наличии у должника специального права судебный пристав ограничивает его на пользование этим специальным правом. Очень часто судебные приставы по алиментам проводят рейдовые мероприятия, чтобы данных должников установить. То есть, если злостный неплательщик долго не платит, накопились долги, вы стараетесь найти этого человека, установить место его нахождения и даже установить его истинный доход? Конечно. Потому что есть такая позиция, что вот это задача самого истца – найти, установить и подать сведения. Нет. Пристав помогает. Судебный пристав после возбуждения исполнительного производства направляет запросы в регистрирующие органы, в том числе в пенсионный фонд, налоговую службу, которая предоставляет сведения при наличии об официальном месте работы должника. От многих мам я слышала, что отцы их детей очень часто умудряются подавать вот эти самые ложные сведения о том, что у них очень маленькие доходы и сумма может составлять платежа 2-3 тысячи. Как можно повлиять на такую ситуацию? Можно как-то добиться справедливости? В расчете задолженности судебным приставам берутся во внимание только те документы, представленные должником, которые нашли свое подтверждение в государственных органах, опять же в пенсионном фонде, либо в федеральной налоговой службе. В случае, если указанная справка должником не находится в подтверждении, судебный пристав расчет задолженности производит, исходя из размера средней заработной платы. Если действительно у должника официальная трудовая деятельность и его доход, к сожалению, очень маленький, в данном случае мы разъясняем взыскателям, что за защитой прав несовершеннолетних детей можно обратиться в суд и изменить размер взыскиваемых алиментов. Через суд. А вот скажите, если отношения между родителями не были оформлены официально, влияет ли это обстоятельство на выплату алиментов? Обязанность уплачивать алименты устанавливается судом. Суд рассматривает все обстоятельства дела, если усматривает основания для вынесения данного решения, для вынесения судебного приказа, соответственно, данный исполнительный документ выносится и передается в нашу службу. То есть вот пристав на эту ситуацию никак не влияет, он исполняет то, собственно, на чем постановил суд. Все верно. Ну хорошо, давайте поподробнее о том, какие существуют меры воздействия на злостных неплательщиков, алиментов которых мы сегодня упоминали неоднократно, и какие являются наиболее эффективными. Вы знаете, назвать какую-то более эффективную меру одну, наверное, я не решусь, потому что только комплекс мер, который применяет судебный пристав исполнитель, может как-то повлиять на должника, сподвигнуть его к официальному трудоустройству, к принятию мер на погашение задолженностей. Опять же, ограничение на выезд из Российской Федерации, да. Очень серьезно. В настоящее время более 8 тысяч должников ограничены в выезде, они не могут выехать. Это по Самарской области? Да, это по Самарской области. 8 тысяч неплательщиков, должников не могут выехать за рубеж. Да, не могут выехать за... А пытаются? То есть случаются вот эти вот коллизии, когда он где-то в аэропорту, а ему говорят нет. Ну, не часто, но случается. Но бывает. Да, иногда должники обращаются потом с заявлениями о том, что вот я хотел отдохнуть, но не смог. Но не смог. Да, но не смог. Поэтому придется заплатить, да? Да, придется погасить задолженность, а после этого уже... Значит, все-таки эффективная мера воздействия. Возможно, есть какая-то административная ответственность, штрафы за неуплату? Конечно. Предусмотрена административная ответственность за уклонение должника от уплаты алиментов. Статья 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает наказание в виде обязательных работ, штрафа, либо административного ареста. В настоящее время более 500 должников уже за этот год привлечены к административной ответственности. Уголовная ответственность тоже предусмотрена. Вот, уголовная ответственность. Серьезная мера воздействия. Серьезная мера воздействия, соглашусь с вами. На самом деле применяется? Применяется, да. Более 200 уже уголовных дел в этом году. Возбуждено по статье 157 Уголовного кодекса за злостное уклонение должника от уплаты алиментов. Ну вот в данном случае что интересно? Ведь не главное, наверное, наказать человека. Вот уголовное наказание, оно стимулирует в дальнейшем правильное поведение родителя? Или просто остается вот наказание наказанием, без воспитательной функции? Ну, исключить воспитательную функцию мы не можем. Если человек способен работать, мы в любом случае, не только наша цель каким-то образом карательно иметь какое-то взаимодействие с должником. Мы с ним работаем точечно. Если случились какие-то там жизненные ситуации, которые потерял человек работу, опять же, он обращается к судебному приставу для того, чтобы задолженность по алиментам не была очень большой. Для того, чтобы она не рассчитывалась, исходя из размера средней заработной платы по Российской Федерации, которая на сегодняшний день более 70 тысяч рублей составляет. То есть мы ему разъясняем, опять же, право обращения в Центр занятости населения для постановки на учет, да, оформления пособия по безработице. И итог, конечно, это новое место работы, официальный доход, стабильный заработок. Вот, но, к сожалению, не все должники на это готовы идти. Совестливые. Да, совестливые. Не все должники. Ну, поэтому и работает и административный, и уголовный кодекс. А расскажите о самом крупном в этом году долге по алиментам, который вам удалось все-таки вернуть. В этом году должниками по алиментам, знаете, уплачиваются задолженности. Были случаи, полмиллиона должник погасил, и миллион погасил. Ну, самая крупная задолженность, это житель города Самары погасил задолженность, которая образовалась за достаточно длительный период времени. 14 миллионов рублей перед своими тремя дочерьми, да, погасил. На настоящее время задолженность по алиментам у него отсутствует. Ну, это блестящий пример, скорее, наверное, исключение. Но здесь интересно, какова была степень участия судебных приставов в этой истории? Или сам должник вдруг вот образумился, пришел? Ну, судебный пристав в любом случае принимает участие, в любом случае, да, то есть из какой-то конкретной ситуации. Потому что ведь каждое исполнительное производство, оно с определенными нюансами. У каждого должника и взыскателя есть какие-то обстоятельства, да, на которые мы не можем не обратить внимание, чтобы применять к должнику уже дальнейшие меры воздействия. Только взаимодействие со взыскателем судебного пристава даст более эффективную работу. Потому что зачастую взыскатели владеют информацией о должнике, да, может быть, поддерживают связи с его какими-то родственниками, да, там, родителями или еще какими-то. Тем самым мы можем сократить, допустим, время на получение важной информации, значимой информации в рамках исполнительного производства. То есть надо быть все время в одной связке, как говорится, то есть работать вместе. Да, конечно, конечно. Продолжая разговор в цифрах, мне интересно услышать, за, возможно, истекший период 2024 года, возможно, за 2023 год у вас есть эти цифры, на какую сумму удалось вернуть алименты? За 2023 год алименты взысканы порядка миллиарда рублей в Самарской области. Серьезная сумма? Да. Серьезная сумма. В 2024 году уже около 200 миллионов мы взыскали. Но есть над чем работать. Есть над чем работать, конечно. Да. Как вы уже неоднократно отметили, ситуации действительно бывают разные у неплательщика алиментов, да. Возможно, он готов платить, но не знает, вот как начать, как выйти из этого положения. Что вы посоветуете в этой ситуации? Мы всегда должников настраиваем и советуем, опять же, на взаимодействие с судебным приставом-исполнителем. Только в данном случае может быть какая-то продуктивная работа, которая не будет никак ущемлять права несовершеннолетнего ребенка. Если должник сменил место работы, переехал, может быть, в какую-то другую территорию, в другой регион, да. Ведь задолженность по алиментам, она так и будет начисляться, долг будет расти. Соответственно, меры от этого принудительного характера будут к нему применяться больше и больше. И, опять же, чтобы этот процесс должник сам мог как-то контролировать, сообщить вовремя судебному приставу, да, о данных ситуациях, да, о перемене места жительства или месте работы. Бывают случаи, когда должники, там, допустим, ранее оплачивали алименты напрямую взыскателям, сейчас денежные средства возвращаются. Опять же, вроде бы я оплатил, а денежные средства вернулись, и долг за этот месяц остался. Поэтому, конечно, мы связываемся со взыскателем, выясняем реквизиты, разъясняем должнику, как бы, возможность оплаты через депозитный счет подразделения судебных приставов, да, и уже дальнейшего перечисления этих денежных средств взыскателю. А что вы можете посоветовать самим взыскателям? С взыскателям по алиментам посоветовать можно, опять же, только взаимодействие с судебным приставом-исполнителем. Сейчас много, да, вот большой объем взаимодействия. Есть возможность взаимодействия. Да, можно в электронном виде, все это сейчас очень развито. Банк данных исполнительных производств на официальном сайте службы судебных приставов, очень активно стороны исполнительного производства им пользуются. Опять же, единый портал государственных услуг, подача заявлений, ходатайства судебному приставу-исполнителю, не выходя из дома, ну, фактически из телефона. Также в главном управлении на постоянной основе у нас действует группа телефонного обслуживания, которая готова оказать содействие, да, в разрешение какой-то сложившейся ситуации, представить какую-то информацию в рамках исполнительного производства, ну, или хотя бы там направить человека, да, в какое-то конкретное подразделение судебных приставов, конкретному должностному лицу, который сможет разъяснить, исходя уже из материалов исполнительного производства. Также у нас действует электронный наш помощник Полина, да, ей тоже можно позвонить 8 800 303 400. Тоже на основные вопросы можно получить ответы в телефонном режиме, не выходя из дома. 8 800 303 400. Помощник Полина. Да. Телефон, группа обслуживания, да, группа телефонного обслуживания 263 65 65. Можно также звонить в рабочее время. Сотрудники нашей службы помогут, посмотрят, подскажут, постараются максимально подробно объяснить, как выйти из сложившейся ситуации. Вообще, я ведь не случайно задала вопрос о взаимодействии с приставами, потому что существует такое мнение, возможно, вероятнее всего ложное, что пристав это, ну, просто такое недосягаемое лицо для истца, по крайней мере. Я полагаю, что это все-таки легенда, да? Ну, я не могу сказать, что пристав недосягаем для взыскателя, либо для должника. Есть приемные дни у судебного пристава-исполнителя, да, вторника, четверг. Вторник – первая половина дня, с 9 до 13, четверг – вторая половина дня, с 14 до 18, осуществляется прием граждан. В случае, если есть необходимость разрешения какого-то там срочного критического вопроса, можно обратиться к дежурному судебному приставу в подразделение судебных приставов, написать заявление, например, письменное и оставить его в канцелярии. Это можно сделать в любой день, ну, рабочие часы. Что бы вы посоветовали родителям сегодня, и взыскателям, и плательщикам, если у них все-таки возникают какие-то сомнения, какие-то неясности по вопросам взыскания алиментов, по вопросам выплат? Вот вроде бы все понятно, но какие-то там сложности все равно возникают, и вроде бы с приставом общался, и все-таки что-то неясно. Как быть? Ну, в любом случае, для разрешения возникших вопросов нужно обращаться к судебному приставу, можно обратиться в главное управление, записаться на прием для того, чтобы объективно ознакомиться с материалами исполнительного производства, с какими-то документами, которые стороны исполнительного производства могут предъявить, да, и каким-то образом направить в ход исполнительного производства. Опять же, это взаимодействие со сторонами исполнительного производства судебного пристава-исполнителя, потому что без этого взаимодействия работа... Не получится результат. Результат будет, но он будет более длительный. И все-таки вот под финал я задам вам вопрос на засыпку. На чьей стороне пристав? Судебный пристав никогда не занимает ничью сторону. Судебный пристав в своей деятельности регламентируется только законодательством Российской Федерации. Но, конечно, мы защищаем права несовершеннолетних детей. В основном взыскание алиментов – это несовершеннолетние дети. Они, ну, ввиду своего состояния, да, они ничего самостоятельно сделать не могут. Поэтому взыскатели по алиментам, соответственно, пытаются предпринять все меры, что от них зависит, да, которые они могут принять, чтобы права деток не нарушались. Итак, в завершение программы повторю слова, вот только что уже прозвучавшие. Главная цель судебного пристава – не наказать должника, а восстановить права ребенка. Наше эфирное время подошло к концу. Напомню, сегодня гостем в студии была главная инспектора отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Татьяна Суркова. Татьяна Андреевна, спасибо вам за беседу. Благодарю всех за внимание. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова